друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать-героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии ребят огромное вам спасибо за вашу поддержку ну что мои хорошие вчера вышел ролик о лёльке на канале деревенский дневник там где она опять рассказывала и показывала трясла тестами на беременность 12 беременность роды как же мы счастливы вчера по горячим следам я делала свой обзор на первую часть этого ролика и назвала свой обзор начала мстить бывшей жене я думаю все прекрасно понимают а о чьей бывшей жене идет речь конечно же о жене григория да кто-то скажет да что да что тут такого и так далее в общем зайдите посмотрите мой вчерашний обзор ну а сейчас друзья мои продолжение да буквально я бы сказала святая святых лёлька про свою двенадцатую как она сказала беременность хотя беременность это уже явно не двенадцатая но лёлька так говорит да собственно как то так в общем друзья мои что же сказала поберуха она говорит вы знаете меня нисколько не пугает двенадцатая беременность видимо про те беременности которые у лёльки не получились не случились она как-то я так понимаю благополучно забыла она говорит я очень очень хочу нашего совместного ребенка подарить ребенка своему мужу ребят это говорит женщина на минуточку у которой на руках абсолютно маленький ребенок которому нет даже года да да говорит были моменты когда я теряла ребенка было говорит у меня и замерзшая беременность но говорит дело не в том что у меня организм да так скажем уставший от родов нет просто выживает сильнейший ребят честно я обалдела когда она сказала вот эту вот фразу выживает сильнейший знаете лёля наверное что-то перепутала лёлька действительно не понимает что как раз таки у нее организм уже истощен такими количествами родов да такое количество родов просто истощили ее организм и ей надо было каждый раз после очередных родов брать паузу и восстанавливать свой женский организм свое женское здоровье но нет куда там друзья мои поберуха торопилась опять и опять клепать очередного знаете как многостаночница вот по-другому даже не назовешь она говорит я так рада что у нас будет совместный ребенок лёль ты только недавно радовалась когда у вас был совместный ребенок шурик что изменилось абсолютно ничего сейчас есть варя да хорошая симпатичная девочка маленькая друзья мои совсем малютка да который нет еще и годика копия саш что от этого стал кто-то счастливее лёлька может быть носится с варей как списанной торбой нет даже близко такого не видим да и варя собственно мать свою не видит но появится еще один ребятенок только уже на сей раз от гриш в общем я так понимаю лёлька решила осчастливить всех своих мужиков которые встречаются на ее нелегком тернистом жизненном пути ну либо те кого она встречает и тащит свои сети замки богомола далее говорит я уже завтра ну то есть сегодня на имеет ввиду поеду в перинатальный центр ну не знаю когда она там все это дело снимала короче не суть важно да как говорится поеду говорит в перинатальный центр вставать на учет да и возьму с собой счастливого папочку ну по поводу перинатального центра что там самое лучшее узи у них в городе я уже вчера высказалась в своем предыдущем обзоре который назывался как раз таки начала мстить бывшей жене но мне так понравилось возьму с собой счастливого папочку да друзья мои представляю гриш это конечно же конечно же у него нет детей друзья мои конечно же он так мечтает о детях вот просто мечтает спит и видит но мы все прекрасно понимаем да что у гриши четверо детей не важно кто там двое от него двое не от него дело не в этом да у гриша четверо детей прям вот гриши больше нечем заняться гриша действительно спит и видит как бы лёлька ему еще наклепала четверых я говорит хочу делиться своими ощущениями мой муж говорит это моя надежная опора но говорит мы с ним перед свадьбой сели как взрослые люди и обсудили финансовые стороны вопросов и решили что мол своих детей я буду содержать сама так стопе ребят вот теперь объясните мне пожалуйста в чем прикол да как можно сказать что мой муж надежная опора когда ничего для поберухи не изменилось обратите внимание до этого она сама содержала своих детей да ну мы не будем говорить что их всех содержат хомяки обожатели я вообще образно говорю да до этого она сама содержала своих детей и сейчас после свадьбы она тоже будет сама по ее же словам содержать своих детей хорошо окей тогда в чем прикол тогда как можно такого мужчину назвать своей опоры вот что мне очень интересно причем друзья мои вы знаете я даже нисколько не сомневаюсь что на плечи хомяков как я уже говорила ранее да лягут а теперь не только лёлька лёлькины коровы лёлькины куры лёлькины свиньи лёлькины дети но еще григорий и четверо его детей да возможно как то так далее лёлька говорит у гриши четверо детей которых он полностью содержит о как ребята представляете в общем прямо такой весь из себя положительный знаете нам нарисовали портрет прямо святого мужчины ну конечно же у святой женщины со всех сторон положительный может быть рядом только исключительно святой мужчина правда вы знаете эта святость не навсегда и ненадолго и пусть мужчина не теряет бдительность потому что как только он будет разжалован лёлькой в лёлькиных покоях по той или иной причине все святость быстро тут же лёлька уберет со всех сторон даст команду фас своим хомякам обошателям и те начнут рвать его как тузик грелку я думаю все все прекрасно понимают короче друзья мои грешаня просто такой замечательный со всех сторон и и в браке то он был молодец и плохая бывшая жена да да это уже лёлька начинает говорить хотя еще раз немножко возвращаясь к вчерашнему своему обзору я что хочу сказать вот так и хочется спросить у нее какого черта кто дал тебе право лезть да я понимаю что это право ей дал гриша бесхребетник гриша но опять же кто дал себе право рассуждать о чьей-то личной жизни которые ты знать не знаешь да вот о твоей личной жизни о том что мы видим да в твоих видосах в твоих обзор роликах мы можем говорить да какие-то предположения и так далее то что мы по крайней мере видим а вот она что может говорить об отношениях марина и гриши ведь исключительно только со слов самого гриши который конечно же жаловался на свою жену о чем лёлька и говорила на стриме да ну а лёлька сидела и долгими ночами друзья мои вместо того чтобы спать рядом со своим младенцем с сваренькой а лёлька утирала сопли грехи многодетному отцу не ну действительно достойная партия поберухи лёль как я всегда тебе говорила к твоему берегу не говно так бревно да друзья мои как-то так далее далее она сказала что гриша гриша значит на его плечах четверо детей у которых он полностью содержит а еще говорит хозяйство а еще дом а еще работ ребят не слишком ли дофига на хрупких плечах нашего супового набора мне просто интересно как вы считаете вот мне кажется что это какая-то непосильная ноша лёль ты знаешь он скоро у тебя так скопытится и скопытится раньше времени ухайдока и что его еще раньше нежели ухайдокала шурика шурик тут как говорится да мог еще может быть слово какое-то ей поперек сказать с недовольным выражением лица сидел в девять утра а то и в десять утра покачиваясь в кресле качалки а грешание друзья мои пока по крайней мере как говорится на все согласен мне просто интересно как это он успевает ребят у него по лёлькиным словам один выходной в неделю но на его плечах и хозяйство и дом зашибись да так тоже можно сказать лёлька же тоже говорит на моих плечах и хозяйство и дом все что я вот смотрю там плеч немерено шеи немерено да там я к тому что взрослые дети по берухе живут да там значит дуэр есть там есть приходящие работницы вот эти вот которые помощницы которые приходят несколько раз в неделю которые убирают дом да стирают которые готовят занимаются сепарации плёлькиной всей продукции так далее да то есть приезжают работники все на хозяйство в дом вовсюду но при всем при этом друзья мои представляете лёлька с грешание как те самые титаны которые держат держат на своих плечах только лёлька с гришей держит хозяйство и дом я вот думаю немного ли плеч для этого дела далее алёля говорит ребят меня эта фраза просто сразила на повал знаете в моем понимании в этой фразе абсолютно все сказано весь так скажем смысл она говорит а я от мужа ничего не требую а что можно требовать мужчины который взял женщину с одиннадцатью детьми вот и все друзья мои вот что и требовалось доказать конечно она рада любым штанам лишь бы только появились на горизонте и ублажали ее хотя бы иногда а что можно требовать от мужчины который взял меня с одиннадцатью детьми так а нахрена ты тогда вообще с ним сходилась да ну нашла бы себе мужика ведь она всегда говорила ой для этого дела я себе без проблем найду какого-то мужика а мне нужен мужчина который снимет ответственность они снимет трусы тут я и смотрю друзья мои что успевает снимать с лёльки только исключительно труселя больше ничего да ответственность лёлька сама снимает с плеч своих мужиков с которыми она сходится да и только по той простой причине потому что они обратили на неё свой взор а помните как она до свадьбы писала в своих статейках что вы думаете что на меня никто не посмотрит зря вы так думаете да на меня еще очередь выстроиться вот я и смотрю очередь из каких-то из таких же альфонсов собственно неудивительно да я согласна очередь из альфонсов которые не хотят ничего делать может выстроиться абсолютно легко и просто короче лёлька ничего требовать не собирается правильно лёля сиди как обычно ничего не требует потом будешь сопли на кулак наматывать и рассказывать что стала опять на одни и те же грабли ничего не требовала да как ни жени б не требовала ни шурика не требовала с греша не ничего не требовала но при всем при этом друзья мои потом будет рассказывать какой же этот очередной козел пройдет какое-то время Естественно, не сейчас. Далее, благодарит уже Артура и Сурена за то, что благодаря им, друзья мои, состоялась их очередная сгрешание, судьбоносная встреча. Но, говорит, до этого мы просто дружили. Я, говорит, не понимаю, как так получилось, что вот просто у нас из нашей дружбы все это переросло в такую химию, в такую любовь. Ребят, вот честно, не верю вообще. Но, опять же, это мое мнение, да? Это, как говорится, мое дело. Верить, не верить. Поверуха не должна никому ничего, по идее, доказывать. Но, в общем, как говорится, каждому свое. Кто-то верит, кто-то не верит, да? Но Лелька поблагодарила Артура и Сурена, что благодаря этим людям она как раз-таки встретила в очередной раз свою судьбу. И говорит, ну, слушайте, что касается пристройки, у нас, возможно, будут грандиозные перемены, большие перестановки и так далее. Ну, это понятно. Если хомяки дадут денег, как говорится, да? Она говорит, возможно, там в пристройке будет наша комнатенка, наша спаленка. Друзья мои, кричит Лелька. Я так понимаю, там будет Лелькина спаленка и паленка. Лелькина и Грихина. И говорит, и, возможно, для ребенка место найдется. Я, вы знаете, только, если честно, не поняла. Лелька не уточнила, а для какого ребятенка? Для их совместного, возможно, найдется место. Или она имеет в виду, ну, возможно, найдется место для Варечки, а может быть, место и не найдется. Не, ну, правильно, что, нафиг им Варя уже? Варя уже все, как говорится, отработанный материал, да? Варя уже брошена, заброшена и нафиг не нужна. Не Грихина же, правильно? Вот был бы Шурик рядом, тогда бы она с Варей бы еще носилась бы, да? А здесь-то что, друзья мои? А здесь какой смысл? Скажите, пожалуйста. Да, ну и что? В конце ролика Лелька, как всегда, друзья мои, говорит, ну, а тест на беременность я сделаю вам в следующем ролике. Вы, говорит, конечно, не обижайтесь, да? А еще, говорит, продемонстрирую вам поездку в перинатальный центр, там что-нибудь, говорит, засниму. Короче, друзья мои, тайна покрытая мраком. Ну, я смотрю, комментарии получаю абсолютно разные от своих зрителей. Кто-то верит, кто-то не верит, говорит, Галя, да все, это фигня. Да это опять очередной сценарий. Ребят, мы можем к этому относиться как угодно. Вы знаете, я, в принципе, лайкаю комментарии, где я согласна, и где я не согласна, да? И у каждого свое мнение на данную ситуацию. Но в любом случае, друзья мои, я еще раз хочу напомнить, когда она была беременна Варей, мы все до последнего не верили. Мы до последнего не верили, что она была беременна Варей, да? Мы думали, что это все вранье, сказки и так далее. Поэтому, честно, в этой ситуации может быть все, что угодно. Опять же, ну, в любом случае, как я всегда говорю, время покажет. Посмотрим, как говорится, что будет завтра. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую и обнимаю. Всем пока-пока, мои хорошие. Желаю вам отличного дня, хорошего вечера. Берегите себя, берегите своих родных и близких, здоровья, счастья, любви и всяческого вам благополучия. И пусть ваши самые сокровенные мечты всегда сбываются. Всего вам самого-самого наилучшего. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok